привет я алиса и я снова вас немножечко обманула потому что я буду рассказывать не о вреде здорового образа жизни а вреде неправильного понимания что такое здоровый образ жизни прошлый раз я рассказывала о вреде превратного понимания здорового питания а сейчас я хочу рассказать о том что физическая активность для здоровья это также необходимо как нутриенты но учитывая что что тип интенсивность нагрузки при разных видах физической активности очень варьирует у этих самых разных видов физической активности или разных видов спорта тоже могут быть свои противопоказания и побочные эффекты их сложно перечислить в пределах 15 минут но я попытаюсь упомянуть некоторые наиболее популярные наиболее часто ассоциируемые с здоровым образом жизни и привести примеры того как они могут здоровье не улучшить а ухудшить дисклеймер зож для здоровых людей если вы чем-либо болеете то прежде всего для вас есть рекомендации врача если вы собираетесь заняться каким-либо видом спорта вам следует для того чтобы этот спорт не нес саморазрушение для вас а не о здоровье прежде всего профила пройти профилактический медосмотр и так согласно определению воз физическая активность это какое-либо движение тела производимое скелетными мышцами и требующие расходы энергии она является также основополагающим средством улучшения физического и психического здоровья людей согласно оценкам воз отсутствие физической активности является первичной причиной 21 25 процентов рака молочной железы и колоректального рака приблизительно 27 процентов сахарного диабета и приблизительно 30 процентов ишемической болезни сердца одним из проявлений которой является инфаркт миокарда по оценкам того же воз если мы представим страну в которой численность населения составляет 10 миллионов и 50 процентов из них имеют дефицит физической активности то ежегодные затраты доходят до 910 миллионов евро они включают издержки на здравоохранение прямые и косвенные то есть снижение объемов производства вследствие болезни и нетрудоспособности связанные с болезнями или преждевременной смертности ну то есть дефицит физической активности это короче плохо ну вот я говорю физическая активность и при упоминании зож вы скорее думаете о тренажерном зале или пробежки вместо того чтобы думать о например мирной работе в садике или предпочтении подниматься пешком вместо того чтобы подниматься на лифте но физическое упражнение это лишь один из подвидов физической активности которая отличается тем что является запланированным структурированными повторяющимся действием и направлена на улучшение или поддержание одного или нескольких компонентов физической формы помимо физических упражнений физическая активность включает также другие виды активных телодвижений совершаемых во время игры работы активного передвижения работы по дому а также отдыха и развлечений я говорю об этом не только потому что стереотипы о здоровом образе жизни и норме физической активности раздражают меня своей оторванностью от реальности но у меня есть весьма серьезные источники и причины пытаться это развеять ну короче тут много часов и в данном случае я просто выясняю возможный конфликт интересов побуждающий меня говорить о нормах физической активности вот то определение норм физической активности которая нам предлагает всемирная организация здравоохранения мы можем найти себя наверное большинство аудитории это вот вот здесь и необходимо заниматься ровной физической активностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или выполнять аэробные упражнения высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю или эквивалентный объем сочетания физической активности средней и высокой интенсивности силовым упражнением где задействованы основные группы мышц следует посвящать 2 2 или более дней в неделю мне кажется это довольно мягкие требования которые достижимы без особых усилий и от себя я могу добавить что включение спортивных игр и даже ходьбы список физической активности позволяет достигать необходимого уровня активности довольно разнообразно не требует существенных материальных затрат и затрат времени но давайте вернемся к полезному спорту чем плох профессиональный спорт ну вот здесь такие самые минимальные причины и мне кажется по этой причине он не подходит если вы собираетесь заниматься спортом для здоровья также существует аматорский спорт аматорский спорт это когда вы например участвуете в велогонке для любителей или пробеги для любителей но он несет в себе некоторые риски профессионального спорта но при этом имеют дополнительный недостаток в виде того что особенно когда это какой-то индивидуальный вид спорта вы можете в отличие от профессиональных спортсменов профессиональных атлетов не получить профессиональной помощи спортивного медика что делает его еще хуже а есть еще так называемый сори рекреационный спорт это то чем вы занимаетесь когда ездите на велике когда приехали в сельскую местность к бабушке свое удовольствие либо же плаваете в речке когда приехали к бабушке тоже в свое удовольствие то есть суть в том что он не систем не систематичный но при этом он все-таки является физической активностью и поэтому мне кажется что вот здесь приблизительно должна быть ваша физическая активность если вы хотите заниматься и для здоровья а не для достижений или профита но теперь немножечко о профессиональной травме атлетов точнее их профессиональных типичных патологиях суставов как вы видите это примеры типичных патологий сустав в зависимости от вида спорта которым занимается спортсмен на самом деле их больше существует ну и они не только спортивные например существует артрит пальцев рук который который называют артритом швеи а пальцы в ног называют болезнью балерин если вы не занимаетесь балетом это не гарантирует что у вас его не будет просто ваш риск несколько ниже эти профессиональные названия связаны с тем что типичная нагрузка и микротравма медленно разрушают тот или иной элемент опорно-двигательного аппарата и они накапливаются со временем но давайте сконцентрируемся на коленном суставе риск поражения которого по идее должен возрастать при беге и часто так и происходит помимо тенденитов есть гораздо более распространенные заболевания которые в англоязычной литературе часто называются остеоартрит а у нас чаще все-таки остеоартроз коленного сустава и если говорить грубо то это изнашивание хряща суставного хряща который находится на суставных поверхностях костей основные последствия для нас это более ограничение функциональности такого сустава возможно у вас возникает вопрос почему столь высокоразвитого высокоразвитой биомашины которая является человек такие проблемы с изнашиванием ткани и сустава может быть вы даже предположите что раньше когда мы бегали и в принципе у нас было больше физической активности было лучше а вот хуже миллионы лет уже прямоходящих предков человека не было особых шансов истереть свои суставные хрящи потому что средняя продолжительность жизни было около 30 лет но даже если ты дожил до 15 максимум ты доживешь до 50 ну то есть у тебя есть 60 процентный шанс дожить до 50 в наше время даже без очевидного повреждения в анамнезе ну то есть предыдущей истории остеоартрит коленного сустава встречается у 6 процентов взрослых за 30 если говорить о симптомном остеоартрите то есть вызывающим жалобы но существует также исследование где остеоартрит подтверждается рентгенологически то есть он еще не дает симптомов возможно а может уже дает но в любом случае мы смотрим на рентгене действительно ли он есть и согласно этому исследованию рентгенологическое подтверждение дала другую статистику у людей за 60 остеоартрит был найден почти у 48 процентов населения точнее той выборки которая была взята вот долгожителей дегенеративные заболевания суставов нарастают и чем ближе мы приближаемся к сотни лет тем ближе распространенность таких заболеваний приближается к ста процентам по населению имеется ввиду этого возраста и если мы хотим жить дольше то нам необходимо поддерживать наши кардиоваскулярные здоровье чтобы не заболеть ишемической болезнью сердца или чтобы быть достаточно длительно в компенсации и поэтому мы будем выбирать физическую активность которая позволяет нам меньше страдать когда мы будем старше но все-таки жить дольше и кажется бег это неплохая нагрузка которая неплохо тренирует сердце и легкие но все-таки зависит ли это от бега сейчас появляется немало исследований результаты которых иногда даже противоположные частично потому что как пример бегунов берутся не профессиональные спортсмены а аматоры или те кто занимается рекреационным бегом но свое удовольствие пробегая более двух километров мы снижаем риск развития остеоартрита на 15 процентов согласно данным вот этого исследования поэтому можно сказать что скорее всего бег сам по себе имеет даже протективную роль относительно остеоартрита коленного сустава зато что можно сказать однозначно так это то что не стоит бегать если у вас есть ожирение ну точнее если ваш индекс массы тела превышает 25 килограмм на метр квадратный либо же у вас довольно приличный возраст и накопилось достаточно мелких травм на которые вы не обращали внимание и если у вас есть действительно серьезные травмы коленного сустава в анамнезе то вам не стоит бегать потому что кажется это сильно ускоряет развитие дегенеративных процессов в этом суставе и конечно же бегать необходимо спортивной обуви это к тому что какой бы нерациональной тратой не казалось вам покупка специальной беговой обуви все равно это получится немножечко дешевле а может быть немножечко дешевле чем искусственный коленный сустав далее тяжелая атлетика тяжелая атлетика может серьезно подпортить здоровье не только суставов потому что это тот же большой вес который просто не не ваше тело а что-то снаружи и и поэтому тяжелая атлетика может быть вредной как для позвоночника так и для больших суставов нижних конечностей но ирония состоит в том что и в случае остеоартрита и в случае остеохондроза или дегенеративного заболевания межпозвоночных дисков что более современный термин некоторую защитную роль играет хорошо развитый мышечный каркас который развивается благодаря силовым упражнениям то есть мы можем сделать лучше а можем сделать хуже как не сделать хуже вот эти упражнения более очевидно вредят то бишь желательно либо не выполнять их без контроля со стороны тренера либо по возможности отказаться от них вообще если у вас была боль в спине в позвоночнике то вам желательно в принципе от них отказаться используйте меньший вес лучше сделать больше подходов пользуйтесь помощью страхующего тренера при работе со снарядами чтобы защитить позвоночник от возможного резкого движения или перерастяжения и возможно следует тренироваться в поясе но тут данные литературы противоречивы потому что он скорее всего не защищает вас от повреждений сам по себе он просто дисциплинирует заставляя держать осанку предпочтительнее использование тренажеров чем снарядов но тут опять же неоднозначная ситуация потому что с одной стороны тренажеры могут снять нагрузку на позвоночник а с другой упражнения со снарядами тренируют по приоцепцию и равновесие чего не дают тренажеры и что в принципе может быть полезнее для позвоночника ну теперь я хочу услышать от вас ответ на этот вопрос можно кричать как вы думаете какой из этих видов спорта чаще всего вызывает черепно-мозговую травму проекте 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 чаще всего это велосипедный спорт у меня нет украинской статистики зато есть статистика сша в сша ежегодно обращений за неотложной помощью по причине черепно-мозговой травмы полученной в результате пребывания за рулем велосипеда где-то 480 тысяч в год а в год умирает от черепно-мозговой травмы которая получена в результате вождения велосипеда тысячи человек в год согласно одному из исследований 85 процентов велосипедных травм можно предупредить с помощью правильного использования шлемов в другом исследовании наличие шлема или вождение в шлеме снижало риск тяжелой черепно-мозговой травмы тяжелой имеется ввиду они получали легкую черепно-мозговую травму то бишь сотрясение в общем оно снижалось в 33 раза и кажется это важно но стоит заметить что от травм шейного отдела позвоночника это не очень защищает и кажется самая большая проблема велосипедного спорта у нас это отсутствие специально приспособленных дорожек и при этом велосипедный спорт сам по себе это довольно хорошая опция так как он позволяет добиться хорошего кардиоваскулярного здоровья и не так сильно нагружает на гру нагружает большие составы нижней конечности как например предыдущие указанные виды но ведь есть еще казалось бы безобидная йога к сожалению она тоже небезопасна и помимо общих противопоказаний к интенсивной физической активности таких как первые два-три месяца после полосных операций инфекции центральной нервной системы ОРВИ инфекционные поражения суставов специфическим противопоказанием для отжиманий и подъема груза и йоги в частности тех упражнений в которых голова опущена это глаукома в случае если пациент с глаукомой начинает выполнять подобные упражнения резкое повышение внутриглазного давления может вызвать необратимое снижение зрения причем если в случае остеоартрита это такое планомерное ухудшение функции сустава и нарастание боли то в случае с закрытой угольной глаукомой это может развиться в течение часов суток и иногда бывает необратимым согласно данным ВОЗ сейчас в мире существует в мире живет более 5 миллионов человек которые потеряли зрение средствия глаукомы и это составляет где-то 13,5% от всех слепых в мире кажется это не так много но учитывая что это именно те случаи которых можно было избежать это делает эту цифру как мне кажется довольно трагичной но в данном исследовании случай более оптимистический у пациентки была открыта открыта угольная глаукома и слепота от йоги у нее не наступила и после того как она отменила занятие наблюдался даже некоторые регресс слепоты но так бывает не всегда ну кажется моя лекция носит довольно запугивающий характер и я не предлагаю особо альтернатив так вот я предлагаю альтернативу вот плавание снижает гравитационную нагрузку на позвоночники на крупные суставы нижних конечностей но при этом превосходно тренируют сердце сосуды и легкие в силу опять же снижения гравитационной нагрузки этот вид физической активности представляется мне лучшим видом для того чтобы снизить свой вес за счет большой теплоемкости воды мне кажется это еще и относительно быстрый способ во всяком случае он лучше чем бег и тяжелая атлетика если ваш индекс массы тела более чем 25 килограмм на метр квадратный ну конечно же для пациентов дерматологических это не лучший выбор спорта но из всех затронутых мной видов спорта он все-таки наименее травматичен существует конечно же профессиональные заболевания пловцов так называемое плечо пловца но кажется если вы плаваете в свое удовольствие это не очень актуальная проблема для вас единственная моя просьба никогда не ныряйте головой вниз особенно если вы не знаете что там на дне и это в принципе небезопасно если вы не уверены что дно абсолютно гладкое то есть нет никаких островков кораллов рифов и что до дна менее 5 метров вот в таком случае это небезопасно вот если вы уверены что оно прямое если оно глубокое и вы не прыгаете с большой высоты с вышки то кажется это относительно безопасно ну в общем-то это все спасибо за внимание а можно подробнее о том почему во время ОРВИ не стоит заниматься спортом я часто слышала обратную рекомендацию типа если у вас ОРВИ просто присадитесь 20 раз и все пройдет почему не стоит этого делать организм занимается тем что борется с инфекцией возможно вы замечали что во время ОРВИ во всяком случае первых трех дней заболевания у вас еще и аппетит не очень потому что на самом деле в этот момент преобладает катаболизм и нежелательно давать дополнительные физические нагрузки помимо гуморальных ну и обменных так сказать вот поэтому хотя бы первые три дня лучше воздержаться если это не так называемая простуда а натурально грипп то лучше подождать хотя бы дней 7-10 вот если взять среднестатистического человека который не болен вот теми страшными заболеваниями он просто живет ходит на работу там семья ну вот обычный человек ему вред вот тот зож там и та же йога ему принесет вред если он занимается ею два раза в неделю и не выворачивает себя не на краю пропасти то есть просто на коврике дома делает свою йогу если нет противопоказаний то нет но дело в том что у нас во первых население недообследовано и например вот но если если он прошел профосмотр если у него все отлично то он может заниматься этим то есть вы не категорически против того же зала нет я же указывала что я просто упомянула глаукому как пример того противопоказания которым скорее всего нет вот таких больших красных дисклеймеров во всех самоучителях йоги то есть ну я не проверяла конечно но кажется их нет и и и Субтитры подогнал «Симон»!